Три года назад у Петра Спиридонова прошла сложная операция. Мужчине удалили одну почку. Сейчас ему необходимо принимать дорогостоящие препараты для поддержания здоровья. Поэтому о выходе из системы лекарственного обеспечения он даже не думает. Препарат очень дорогой и я его получаю по социальным льготам. От них я отказаться никак не могу. Сам я не потянул. Право на бесплатное лечение есть у инвалида, ветеранов, блокадников и пострадавших от воздействия радиации. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе реализуется программа лекарственной поддержки федеральных льготников. Так, за счет средств областного бюджета они получают препараты, не входящие в утвержденный перечень, но необходимые по назначению врача. Тем пациентам, которые нуждаются в постоянном приеме препаратов, в таблетированном приеме препаратов, не посещать ежедневно стационар и получать эти препараты за счет средств обязательного медицинского страхования, а таковы требования федерального законодательства, то благодаря сохранению набора социальных услуг эти пациенты получают препараты в аптеке, при онкодиспансере и уже дома под контролем врача осуществляют прием этих препаратов. Каждый льготник может по своему выбору воспользоваться бесплатными лекарствами или получить за них финансовую компенсацию. По мнению врачей, не стоит отказываться от препаратов. Непродуманное решение может спровоцировать возникновение осложнений и обострение хронических заболеваний. До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг. Продолжение следует...